Добрый день, дорогие друзья! С вами Снич, я нахожусь на канале Вин Кондишн, и я готов вас приветствовать во втором блоке равники. Как она называется? Она называется Верность равники, если я ничего не ошибаюсь. И сегодня мы поговорим с вами про Паупер. Про Паупер и самые крутые карточки, которые вышли в новом сете для него. Я сделал небольшую подборку, надеюсь, она вас порадует. Тут будет примерно чуть больше 15 карт, где-то будут какие-то приятности просто упомянуты и будет мой личный персональный топ 10 того, что я хотел бы может быть видеть в каких-то колодах. Конечно же не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И мы начинаем с того, что упомянем несколько карточек, которые заслуживают ну хоть какого-то внимания, чтобы попробовать о них поговорить и что-то с ними побилдить. Для начала мы поговорим о такой, конечно, самой странненькой карточке в этом сете. Это Persistent Petitionaries. Они же упоротые или упорные жалобщики. Это существо за 1у с Power of Daftus 1.3, который обладает несколькими крутыми обилками. Первая обилка достаточно лайтовая, заодно бесцветный ман и поворот. Она заставляет целевого игрока положить верхнюю карточку своей библиотеки в свое кладбище. Но дальше нас интересуют две другие обилки. Обилка номер два звучит. Потапайте четырех не тапнутых советников под вашим контролем, и целевой игрок положит уже целых 12 карточек сверху своей библиотеки в свое кладбище. Замечу, что это можно делать без символа тапа. Соответственно, можно делать это с советниками, которые только что вышли у вас на поле. А самое главное, что есть масса карточек под типом Ченджелинга, которые могут делать ваших всех существ советниками, и можно попробовать сделать с этим что-то интересное придумать. Самая крутая эта обилка, что в вашей колоде может быть сколько угодно карточек с названием Persistent Petitioners. Поэтому это, по сути, новые Shadowborn Apostles, это новые своры крысы, и мы можем создать дечку, в которой будет 40 таких ребят и 20 островов, и deal with it. Но, соответственно, это наш такой самый Honorable Mansion номер 0. Карточка, о которой я хотел бы поговорить в первую очередь, это карточка под названием Open the Gates. Это новый эффект для Паупера. За одну зеленую ману в Сорцере вы можете поискать в вашей библиотеке базовую землю или карточку Врат, показать ее и положить в свою руку, а потом зашафлить в свою библиотеку. Чем эта карточка хороша и крута? Тем, что она ищет вам Враты, а Враты у вас бывают двух цветов. По сути, этот эффект ищет в вашей колоде Dual. Неплохая карточка, может быть, найдет себе какое-то место в мультицветных колодах. Может быть, кто-то даже засунет их в колодах на Gatekeeper'ах, которых в Комановых выходило очень много в Dragon's Maze. Там можно было дроваться, там можно было гонять существ у оппонента. Это, потенциально, может быть, интересная карточка в мультицветные деки. Еще одно упоминание — это Seguitars Valet, instant за 2G, который говорит следующее. Уничтожьте целевое существо с полетом и эта карточка наносит одно повреждение каждому существу с флайингом под контролем вашего оппонента. Я считаю, что это неплохая карточка для колод, играющих зеленым, которые будут пытаться справиться с существами с полетом в колодах типа Boros Monarch, мы можем убить Core Skyfisher, например, и унести все птицы от Battlescreech или, может быть, это может быть какой-нибудь Glendhawk, кого мы убьем. Но, в любом случае, по одному повреждению, всем существам с полетом это неплохо, потому что птицы у них раскачиваться вроде бы особо не умеют, и я думаю, что эта неплохая карточка найдет место, может быть, в сайдбордах. Дальше у нас по плану Lomage's Binding — это аура, которая имеет миг и говорит, что зачарованное существо не может атаковать или блокировать, и ее активируемые способности не могут быть активированы. По сути, это такой надежный пацифизм, который еще не дает разыгрывать какие-либо обилки. Наверняка какие-то бело-синие контроли или какие-то колоды, в которых есть возможность использовать синий цвет параллельно с белым, если мы не хотим играть Oblivion Ring, или мы не хотим играть Journey to Nowhere, мы можем попробовать Lomage's Binding. Не факт, что карточка приживется, но она потенциально неплоха, и наверняка мы можем что-нибудь на ней придумать. Следующий карточек, который, я считаю, нужно обязательно упомянуть — это Sage Rose Savant за 1У, Видалкин Визор 2-1, когда входит в игру, поскрайся на 2. Я считаю, что скрай на 2 на теле со второй атакой очень неплохо в паупере, наверняка можно будет попробовать посплетить таких с авгурами, возможно, в каких-то деках, которые хотят накопать как можно больше карт, возможно, это будет более полезным эффектом, чем тот же либо Авгур, либо Seagate Oracle, но, в любом случае, его статы недостаточно крутые, чтобы он был must-have, но потенциально карточка неплоха, я думаю, что у нас есть какое-то применение в формате для нее. Следующая и последняя карточка из тех, о которых обязательно стоило бы сказать — это Justicier's Portal. Это очередной блинк за 1В. Мы говорим, по экзале целевозущество под своим контролем и верни его на поле с First Strike до конца хода. Да, это очередной Momentary Blink, да, у нас нет флэшбэка, да, это, конечно же, не Ghostly Flicker, но это еще очередной блинк за 2 с неплохим эффектом на возвращение существа. First Strike до конца хода можно сделать неплохой трик. И мы переходим к топу 10. Карт, которые обязательно, по моему мнению, найдут свое место в Паупере с выходом верности равнике. И карточка открывает наш топ 10 — это Burning Tree Vandal. Существо за 2 R2-1 с Riot, и, соответственно, он может либо выйти с плюс-эн-плюс-эн-каунтером, либо может иметь Haste. У него прекрасная обилка для колод формата RG Madness, когда Burning Tree Vandal атакует, вы можете подискардить карточку. Если вы это делаете, подробуйтесь. Я считаю, что это неплохое существо. На туше 2-1 или 3-2 эффект лютинга неплохой. Тем более мы можем им пользоваться исключительно тогда, когда у нас есть что сбросить. Или, соответственно, можем фильтрировать ненужные нам земли. И мы можем поднимать что-то более дельное. Всегда можем прокинуть либо Рутвалу, либо Реклеса в Урма, либо Арагант в Урма. Следующая карточка, которую я поставлю на место номер 9 — это Plug White. Это зомби за 1B, который говорит, когда его блокирует, каждая блокирующая счета получает — минус 1, минус 1 до конца хода. Что бы вы думали, это фланкинг? Только, конечно, в 2019 году писать фланкинг уже не модно. Поэтому мы расшифровываем это для тех людей, которые не играли в магию достаточно давно, чтобы найти расшифровку слова «фланкинг». И при этом это существо 2-1 зомби. Она обязательно найдет место в колоде Monoblack Zombie, которая умеет спиливать хиты Shepard of Road, которая умеет спиливать хиты цикля гемпалмового палютера и так далее. Я уверен, что он наверняка найдет место в колоде Monoblack Zombie. Неплохой атакер за 2 маны плюс с хорошей обилкой наверняка будет приносить лишние 2-4-6 хитов в партии, что немаловажно. Итак, приходим в топ-8. Топ-8, по моему мнению, будет карточка Arrester's Zeal. Это очень крутой инстант за 1 белую ману, который, говорит, целевое существо получает плюс 2-2 до конца хода, но если вы скастовали ее в свою главную фазу, это существо также получит флайнг до конца хода. Я считаю, что за 1 белую ману это неплохой эффект, плюс это хороший эвэйжен для колод с героиком. Это может быть белый геройк, это может быть красно-белый геройк, и наверняка им можно попробовать поиграть, раздав тем самым нашему большому существу лишних каунтеров, и получится атака минимум на 4-5 по воздуху вполне себе неплохой вариант. Это может быть, например, Сикер, который еще отхилит нам очень много хитов, потому что у него тогда получится еще и Прувис, и минимум мы залетим на 5 по воздуху с лайфлинком. Я считаю, что это абсолютный автоинклюд в колоды с героиком на белом и бело-красных цветах, и наверняка эта карточка найдет свое место в мыне таких колод. Место номер 7 нашего своеобразного топа. Clear the Mind. Очистить разум. Это Сорцери за 2У, который говорит, что целевой игрок втасовывает свое кладбище в свою библиотеку, а после этого дровывает карточку. Я считаю, что, опять же, для паупера это достаточно новый эффект, и наверняка эта карточка могла бы найти свое место в колодах типа Трана, или в колодах, которые много крутятся и используют свои ресурсы, чтобы, соответственно, в какой-то момент времени восполнить. Когда-то такую функцию выполнял эликсир Бессмертия, но, естественно, он нелегален в нашем формате, а Сорцери за 2У — это что-то новенькое. Спираль роста. Подровывайте одну карточку и положите землю из руки на поле боя. Я считаю, что это неплохой вариант в колодах, которые утилизируют Трон Земли, чтобы найти недостающий кусочек с карты и, например, сразу его положить в Play. По сути, у нас уже давно был Explore, который делал примерно то же самое, и если Explore давал вам дополнительный Land Drop, то Спираль дает нам возможность положить землю из руки на поле боя. Например, если вы не делали Land Drop, вы можете сделать его после, при этом не нарушая никаких правил. Единственное, что в этой карточке может быть спорного — это ее Монокост. Монокост двухцветный УГ не всегда выполним в Паупере, но деки, которые играют в много цветов, такие как Rainbow Tron или Rook Tron, вполне могут что-то придумать. Номер пять. Тот Контерспелл, который абсолютно недооценен и еще абсолютно нигде не осветился, никто еще не пытался с ним ничего делать — Thought Collapse. Thought Collapse — это Контерспелл, который говорит, что если мы поконтрили спелл, то его контролер кладет три верхние карточки своей библиотеки в свое кладбище. Потенциально он может найти свое место в колодах на упоротых жалобщиках, но в любом случае эффект достаточно интересный, неплохой, и три карточки спилить достаточно, может быть, резонно для колод в нашем формате. И я думаю, что им можно попробовать поиграть, например, в дэчки на Mystical Teachings. Как вариант. Двигаемся дальше и приходим в своеобразный топ-4. Blade Juggler. Чем же хороша эта жонглер к клинками? А хороша она тем, что за Кост Спектакля мы ее можем покастить за три маны, и когда она войдет, он уносит у тебя одно повреждение, и вы подрогываетесь. Она, я считаю, лучше, чем Firexian Rager, который давным-давно нашел себе место в черных колодах, который за тот же Кост заходил и делал абсолютно то же самое, но только был при этом существом 2-2. Туша с атакой 3 категорически важна в нашем формате. Она убивает Авгуров, она дровуется, она очень крутая. Просто может входить в атаку, и самое главное, что ее нарисовал Дмитрий Бурмак, и вы наверняка сможете подписать свою копию, когда поймаете его на каком-нибудь русском ивете. Итак, Final Payment. Окончательная расплата! А именно, Instant за БВ, который говорит, что в дополнительной стоимость, чтобы его разыграть, нужно заплатить либо 5 хитов, либо пожертвовать существо или чары, и эффектом мы уничтожим целевое существо. Чем-то похоже на Terminate, без каких-то сложностей, но наверняка эта карточка найдет свое место в колодах типа БВ Pestilence, где мы можем гейнить много хитов, нам не так это важно, где у нас есть какие-то существа, которые мы можем проесть, и в крайнем случае пожертвовать даже ту же самую Pestilence, чтобы, соответственно, убить какое-то слишком огромное существо, если таковое, конечно, существует, и мы не убили его еще Pestilence. Странная логика, но карточка наверняка найдет свое место в колодах с черным и белым цветом, и мы наверняка попробуем ее как-то утилизировать в формате. Второе место нашего своеобразного топа — это Fairy Duelist. Существо за один У с Пауэром 1 и Тафнусом 2, что немаловажно. У нее есть миг, у нее есть полет, и когда она выходит на поле боя, целевое существо под контролем оппонента получает минус 2, минус 0. Наверняка найдет свое место в колодах с Делверами, наверняка найдет свое место в колодах с феями, где есть Spellstuitor Sprite, которому обязательно важно количество фей под вашим контролем, чтобы контрить дорогущие или не очень спылые оппонента. Наверняка мы увидим ее в многих колодах с синим, и она прочно займет свое место в рядах Pauper Staple. И как и неудивительно, на первом месте нашего своеобразного топа, конечно же, Skewer the Critics. Skewer the Critics — это сорцеры за 2 R со спектаклем. Просто за R. Skewer the Critics deals 3 damage to any target. Что же это такое? Это очередной рифтболт. По сути, 3 дырки за 1 красную ману. Если мы нанесли уже повреждения нашему оппоненту, я считаю, что это супер автоинклюд в колоды с красным. Это может быть Burn, это может быть BR, это еще один Lightning Bolt 3 дырки куда угодно за 1 красную ману. Может найти плей не только в Pauper, но и наверняка найдет место в Modern, и может быть даже в более старших форматах. Конечно, я не гарантирую, но определенно эта карточка will make Burn Dex great again. И точно вы будете играть и в вашем стандарте, чтобы он был не ладен. На этом у нас все. Это был Снич на канале Win Condition Blog. Не забывайте подписываться на канал. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, мы с радостью вам ответим. Не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Снич, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok